Причина проста, еще недостаточно хорошо освоили рестрим, и поэтому на ютубе пока что у нас ничего не получалось. То есть, прямой трансляции на ютубе не было. Вот тут может быть начать эфир надо будет для того, но он пока горит немножко не тем огнем. Сейчас на ютубе тоже начнется, я надеюсь. У нас нет запланированной трансляции. Понятно. Технический директор чем-то занимается, непонятно. Я нигде не нажимал. Вот. На самом деле. На твиче идет трансляция. Видишь, в ВК идет, а в ютубе пока отправка данных. Так что давай я буду пока что стримить твиче в Фейсбуке и ВКонтакте. Лена Владимирова. А ютуб, ну как зайдет, так зайдет. Там пока отправка данных. Там, естественно, ноль зрителей, если это. Может вообще удалить канал. Пишут с ВК, кто-то будет смотреть с твиче. Так, мои извинения за то, что вот так вот все получается. Именно поэтому мы сегодня вышли на 10 минут раньше и мучили вас с просмотром того, как я нервничаю из-за того, что ничего не получается. Но надеюсь, что все сейчас будет нормально. Почему планируемая дата 25 января? 26 января там. Какое-то время после. Так. 26 января. 0,0,0,0. Тур 10. Постоит. Теперь на 25, а 26 завтра. То есть. Вот еще одна 26 января запланирована. 7 утра. Сейчас мы тут немножко понаделали косяков. Вот для тех, кто видит, я все-таки буду рассказывать Елена Владимировна. Не обижайся на меня. Значит. Итак, лидером является Фабиано Каруана. На очко отстает Магнус Карлсон, который вчера не смог выиграть. То есть, несмотря на свою идиотскую привычку, по словам Гречука, выигрывать огромное количество партий подряд. Вчера ему этого сделать не удалось. И похоже, что не удастся и сегодня. Слабость пешки Е5. Слабость пешки А4. Похоже, что здесь у нас ничейный ладей на Энж. По крайней мере, как выигрывать, вот, мое железо не представляет. На ладья А7 Влад Артемьев просто играет ладья Б4. То есть, это уже было. И важный момент заключается в том, сейчас бы показать, конечно, руками. В том, что... Кстати, на ладья А5 тоже ладья Б4. В том, что после ладья А7... Ну, на ладья Б5, ладья Б7. В том, что в случае А5... Уже можно будет... Пристать к пешке А5. И... Ну, скажем так. И... Белые не могут брать на Б7. После ладья Б5 с пешкой Е5. Происходят ужасы. То есть, все равно ничья. Подожди, Лен, ну дай я верну тут позицию. Да. Поэтому... Давай напишем. На Ютубе, в смысле? На Ютубе трансляции нет. Да, смотрите. Ну, напиши. Да. Ну, правильно. Мне посоветовал Олег Гридин. Спасибо ему огромное. Отойти вообще от Ютуба. Раз он регулярно глючит. Это у всех. Во время стримов. Будем пока что без Ютуба. проводить трансляцию. Сейчас я напишу. Так. Момент. Сейчас я напишу всем подписчикам, кто начал стрим. Смотрите. На... Твичи. Как там? Твич. Точка. Кун, да? Угу. Сейчас. Ну, ссылки уже ты отправишь. Уф. Кажется... Кажется, наконец-то можно будет начать уже полноценно смотреть эти партии. Угу. Все ждут. Все, Елена Владимировна, ждут, когда мы... Мы зайдем на Facebook, ВКонтакте, зайдем на мою страницу и поделимся ссылкой прямого эфира. Вот она. Нет, это картинка. Вот. Вот прямой эфир. Так. Сейчас. И ссылки в ВКонтакте надо поделиться. Все ждут. Все, Елена Владимировна, ждут. Вот. Это я повторяю уже на Facebook. Так. Сейчас. Еще две секунды. В общем, все, что вам не нравится, непременно пишите в комментариях. Потому что только в этом случае мы сможем рано или поздно идеально провести стрим. То есть, мы не будем обижаться на критику и самокритику. так, это уже я, да? Так. А как поделиться это стенка? Все. Так, сейчас еще стенки. Апоп. И пишем. Так, с YouTube. так, все, наконец-то оставь меня сделай мне кофе. Ладно? И, видимо, на YouTube сегодня и не будет. Вот так так. Неожиданность. Если кто-нибудь мне что-нибудь напишет, в принципе, то это тоже было бы здорово. Хотя бы, вот, Кирилл написал, что ВКонтакте все окей. Кирилл Воронов. В ВКонтакте все видно. Ладно. Пива нет. Правильно. Правильно подметил Владимир Кривченко. Так, сейчас я напишу тоже всем привет. О, но это почему-то не я, а Restream Yo написал. Вот так. Значит, знаете, что у меня теперь новое имя Restream Yo. Так, значит, Карлсон давайте посмотрим, как Влад отбился от Карлсона. У нас очередной раз надежность показала защита Грюнфельда. И Карлсон выбрал вариант, в котором несколько запоминающихся побед одержал Карпов. Грещук, который тоже очень неплохо трактует. если мне не изменяет память, вместо слон Е2 все-таки основной ход Д5. То есть, у белых уже все готово для полноправного захвата центра. Причем, теория такая, слон Ж5 и в случае Ф6 снова слон Е3. Считается, что эта позиция для белых приятнее. Слон Е2 более спокойный ход и ведет вот к такому окончанию, в котором белым удалось сохранить мощный центр, но у черных есть способы давления на него. Понятно, что взяли размен на А6, хоть и портят пешечную структуру, но серьезно ослабляет белые поля на доске. Поэтому Карлсон не меняет слона на коне, меняет слонов. Железо пишет, что у белых получше, но видимо из-за коня А6. Хотя мне кажется, что здесь у черных очень близко к равной позиции, может что-то А4 критикует ход мой кунг, ну и бог с ним. Говорит, что очень приличный перевес вообще уже у белых. При том, что черный коль вошел в игру, сейчас встанет на Д5. Владья Б1 А5. коль встал на Д5. Ну и с конем на Д5 вообще львиная доля проблем решена. То есть коль Д5 намного сильнее слона Е3. Всегда готова последовать, слон бьет Е5. Вот белые выиграли пешку, но шансов на победу у них уже не видно. Коль был разменен на слона, теперь ладейное окончание. Как говорил Савелий Григорьевич Тартаковер, что все ладейные окончания ничейны. Ну а в данном случае у белых слабы пешки Е3, Е5, А3. Вообще в общем хороших пешек у белых нет. Ключевая задача черных здесь не пропустить активизацию белого короля и они с этим справляются. Ход А4 не в плюс белым идет, а это серьезный такой серьезный ашлип, я бы даже назвал. Теперь ладья встает на Б4 и у короля серьезный, король белых никуда не проходит. Привет Евгений, да, привет еще раз всем, кто только подошел, какие проблемы с ютубом, но у меня на ютубе стрим просто не запустился, поэтому я решил проводить без него, то есть мы сейчас проводим в принципе без ютуба, а вчера ютуб самостоятельно поделил мой стрим на 4 части, одну из которых мы выкинули, потому что там минута с небольшим, вот, регулярно виснет и шел бы он нафиг с такой работой, то есть на данный момент что в твиче, что в контакте, что на фейсбуке никто не писал, что есть какие-то там серьезные проблемы, хотя Батор Самбуев вроде смотрел с фейсбука вчера и в какой-то момент ему казалось, что такая как замедленная съемка, но единственное, там надо периодически обновлять, да, все, они уже согласились на ничью, вместо А4 белым если играть на победу, то надо было играть король Ф4 с идеей пойти Е4, но понятно, что Влад Артемьев заготовил король Х5, скорее всего, может быть кстати ладья Б1 с угрозой дать мат, да, ладья Б1 очень достойное продолжение, если Е4, то ладья Ф1 и пешечку съели, да, ладья Б1 пожалуй жестче, чем король Х5, да, Эншпиль похоже носит просто ничейный характер, вне зависимости от того, как пойдут белые, но после А4 шансов не осталось вообще, висит на Е5 защитили, напали на Б7 у черных есть ходы королем, ну да, и согласились на ничью, так как после ладья Б4 белым ловить нечего, убежит ли от него Каруана, Каруана кстати играет с Дудой и стоит с перевесом, давайте-ка посмотрим, играет беленькими, так, отлично, каталонское начало, в этой позиции основным ходом является Ферзь С2 у черных есть масса ходов, главной линией считается А6 есть интересный ход Б5 так играл в частности Накамура против Грещука и вообще в ряде партий он так играл но Грещук его обыграл образцово показательно избрав А4 Б4 и теперь Конь Д2 я все перепутал когда играл против Андрея Жигалка в Самаре сыграл Конь Е5 и после Ферзь Б4 у черных шикарная компенсация за качество ход Ферзь А4 который сделал Каруана не позволяет пойти Б5 белые просто съедят эту пешку и будут играть потом еще и на С4 скорее всего отвалятся будут играть скорее всего просто с лишней пешкой почему не пошел Янг Шиштов А6 после А6 вроде Ферзь Б4 обязательный ход и партия сводится к одному из основных вариантов то есть вот после Ферзь С2 А6 у белых есть возможность взять на С4 а основным ходом опять же считается сейчас А4 потому потому что Ферзь С4 Б5 изучена чуть ли не до ничьей Ферзь А4 С6 ну вот эта линия она выглядит менее логичной потому что пешка С6 хоть и прикрыла ладьё от слона ну в общем на С5 она все равно мечтает попасть на С5 чтобы С8 был активизирован а это значит что А6 скорее всего ходить рано или поздно черным придется то есть ход С6 выглядит потерей темпа слон Б7 так С5 не дали ага и теперь снова не дали пойти С5 правда структура серьезно преобразовалась спешка на Е5 может оказаться слабой играть Ф4 опасно потому что белый король приоткроется после слона Ф4 надо считаться даже с ходами типа Ж5 и ну может не сразу а вот допустим вот Ф7 он пошел и уже угрожает Ж5 и взятие на Е5 или кстати немедленная конь бьет Е5 угрожает конь С3 да конь С3 это неспроста в ответ на конь бьет Е5 видимо белые хотят взять на Б5 СБ ладья С1 еще пропустить потом взять на Б7 на Е5 и стоят поактивнее белые вроде бы хотя ну не факт что что-то существенное есть после конь С5 а ну черные решили немножко поактивничать ухода Б4 есть серьезный недостаток конь С3 пока он находится на С3 эта фигура пассивная нападает на Б5 но не факт что что-то здесь можно из этого извлечь а вот после Б4 конь идет на С4 на С4 конь располагается прекрасно конь Б1 да черные пытаются помешать слона 6 направлена против хода конь Д2 но конь все равно сейчас на С4 пойдет а ход слона 6 кстати лишил возможности защитить пешку Б4 так и эта пешечная структура уже однозначно хороша для белых дело в том что на С5 бить нельзя и за ладья бьет Б2 дело в том что конь не просто на С4 конь хочет попасть на Д6 или на А5 после чего потеряется и на С6 и на А7 но самое важное в этой позиции то что черные забыли про пешку Е5 то есть пешка Е5 если ее черные не отнимают является очень сильной она отнимает важнейшие поля в лагере противника ну временно черные сидят с лишней пешкой но вот у них висит сейчас конь на С5 то есть его надо заищать и есть проблема со слоном А6 то есть у него нет ни одного хода сейчас на него можно напасть скажем ферзь А1 и слон бьет С5 и на А6 потерялась ладья А1 ход тоже логичный и так белые отыграли пешку черные приготовили поле отступления для слона ферр ходом ферзь Б8 пешек стало поровну на С6 слабость на Е5 по-прежнему отнять невозможно да конь прискакал на то поле на которое стремился бедный черный слон такой каталонский черный слон да каталонский белый рабочий каталонский черный очень пассивный С5 не пойти ну и белые потихоньку усиливаются их задача вызвать ослабление на королевском фланге и начать там игру да вот С5 пошли и плохого белопольного слона черные могут разменять могли сразу разменять после хода С5 у черных другая боевая единица оказалась пассивной слон Е7 видите пространства не хватает вообще по структуре немножко напоминает каракан с Е5 там входную позицию вполне легко представить пешка на Е5 стесняющая черных но правда на ферзевом фланге так плохо в каракане у черных редко бывает кони в 8 о ушел от размена белопольных слонов то есть может быть все таки вот вместо кони в 8 стоило разменяться на Е4 потому что слон Б7 вроде бы работает но на деле если бы еще ферзь мог прийти на С6 да еще пешки Е2 у белых не было вот тогда было бы здорово а так кодом Ф3 белые в любой момент этого слона подрежут поинт Д6 да вот брать на Д6 нельзя висит ладья на Б5 так и белые получают или преимущество двух слонов после слона бьет Д6 да а нету слон бьет Д6 ладья висит ой какие серьезные проблемы на ладья С6 я так подозреваю ладья Б7 заготовлена нет нет а что заготовлено давайте подумаем а почему не ладья Б7 R6 что ли нет ни черта не вижу ладья С5 тоже нет но я бы думал что ладья Б7 заканчивает сразу да на ютубе нет трансляции кто такой пошаг 1980 то есть без ютуба значит отстой что ли сразу плохо так почтенный пошаг 1980 я понимаю что твич отстой и что ютуб это круто но ютуб не хочет работать вот именно у меня с ним работать сейчас вот не получается если считаешь что да не погоди если считаешь что отстой то не смотри просто и все все как бы достаточно примитивно примитивно после ладья c6 так на ладья b7 ферзь b7 да и на коль b7 слон c5 так а почему же ладья c6 тогда проигрывает давайте сейчас я подумаю и батар мне подскажет правильно батар подскажешь коль b7 тем более бить нельзя ферзь c6 не проходит черный убрали ладью из-под удара может быть там слон навсегда связан да ферзь b5 слон d6 е взял на d6 о еще тут а тут слон f4 хотя бы да ну ладно в общем коня d6 устранить так просто не получается да каруана эту партию провел просто великолепно единственное спросить бы у него что он заготовил на а6 вместо c6 то есть вот эту партию надо будет разобрать намного подробней чем вот в режиме трехминутного просмотра без без помощи железного дровосека потому что янг шиштоф ну шахматист достаточно сильный и как он так из дебюта белыми черными не вышел пусть даже не в самой популярной линии это в общем-то загадка то есть стоит с ней поразбираться но каталон лишний раз подтвердил репутацию коварного дебюта защитили пешку е5 коль пешка е5 ее вовремя не отняли и теперь на д6 отобрать уже будет тяжело всегда белые готовы сыграть е4 е5 слон на д5 вроде работает но без ферзей без коня условно говоря на h3 а привет павел сапфиров павел ну вы можете смотреть на моей странице вконтакте на фейсбуке а можете повторю можете не смотреть ну ствича то есть павел сапфиров написал что чтобы смотреть меня на твиче ему нужно было обновить приложение восстановить пароль и учетку вот павел ну вы столько сделали что я очень доволен вы не поверите насколько ваш ваши комментарии повышают мою самооценку как стримера то есть как в этом великолепном фильме да я гналась за вами три дня чтобы сказать как вы мне безразличны да очень похоже твич отстой но вы тем не менее зашли туда и меня смотрите я польщен ну в общем после f4 что сказать у белых здоровая лишняя пешка кажется вчера эту известную фразу я уже произносил посмотрим справится ли каруана с реализацией шансов проиграть у белых вообще никаких по идее должен справиться ладья заходит на а7 конь там на f7 нападает коневой я думаю кстати у черных проигран даже если даже если не если а несмотря на такую пешечную структуру которая белым явно не выгодна да вот слон d8 не пускает ладью на а7 по причине хода слон b6 но размен чернопольных слонов как мне кажется выгоден белым о я нашел кстати крутую идею как белые могут проиграть я говорил что проиграть шансов нет пожалуйста король f2 черные делают какой нибудь левый ход ну не знаю g6 и белые ходят король e3 и после слон b6 получают прикольный мат понятно что этого не случится но тем не менее это выглядит достаточно забавным что есть такие возможности причем только я сказал что невозможно проиграть как тут же всего лишь в пару ходов нашел кооперативный мат где белые в общем-то ничего и подставить не успевают так ну давайте пока не думают посмотрим что у нас в единственной еще в одной играющейся партии джеффри шон против аниша гири так такой закрытый вариант соцелянки своеобразный эту линию очень любит играть магнус карлсон да здесь он переводит коня на b6 и есть шикарная партия с видлер карлсон где магнус что-то ходу в 30 расправился очень неопытным противником и сильным кстати и неудобным для себя еще ну ход слон g4 вызывающий f3 вполне логичен слон перепрыгнул на e6 пункт d5 черные контролируют и им надо найти где-то контр игру то есть черные намекают что где-то будут играть a6 b5 или даже без a6 конь d4 и b5 привет денис ну может быть и не совсем сломался youtube но у меня он что-то отказал работать именно он отказал сотрудничать с рестрим ио то есть он отказал ну то есть рестрим работал а ютуб нет то есть может быть на ютубе без рестрима я бы смог запустить трансляцию но тогда нельзя было бы смотреть на фейсбуке и вконтакте а если у ютуба какие-то глюки то невозможно было бы вообще нигде найти полную запись так полная запись насколько я понимаю сохранилась на на твиче там вроде она сутки лежит да потом сохранилась точно вконтакте и на фейсбуке а на ютубе у меня порезало на 4 куска один я удалил ну как бы тоже не очень это интересно без рестрима с ютубом работать один удалил потому что там минута с небольшим сколько смотрит народу Лен ты можешь посмотреть а вот эту штучку нажать волшебную да сейчас я посмотрю и скажу вам сколько смотрит народу значит вконтакте 6 на твиче 7 на фейсбуке батар 1 но это гроссмейстер батар самбоев так и написано в общем черные где-то хотят пойти может быть конь d4 и b5 а после a4 конь пошел на b4 и черные собираются проводить d5 если ему это удастся может быть позиция будет вообще очень даже неплохой но вот погодите вот прямо сейчас можно было пойти d5 e d подбьет d5 причем кстати может быть другим конем чтобы еще можно было после размена на e3 где-нибудь коня на d4 переправить железу позиция белых нравится а я бы на такую не пошел белыми ну не знаю может быть железу виднее к тому же джеври шон несмотря на то что меня намного моложе имеет рейтинг за 2700 баттер на фейсбуке заменяет кота лен павел спрашивает как поменять свой ник на твиче знаешь ли ты такие эти технически директор ознакомилась с ресурсом твич вот буквально вчера когда завела там у меня ник и все такое но пока ее познание ну крайне ограниченное не у меня но в общем-то тоже далеки от идеальных то есть ей есть что еще изучать на твиче так конь аж 5 это значит черный ориентируется где-то на продвижение всеми в 5 они хотят на f4 поставить или может быть они заготовили выход слона на g5 слон немножко у них спал так слоном взяли да и слона вывели слон e7 был немножко пассивен но да это закрытый вариант антисвежников слон d2 ферз d2 и черные вернулись в борьбу за пункт d5 вообще если на d5 окажется белая пешка то у черных автоматически окажется большинство на королевском фланге после f5 и у них будет позиция лучше поэтому пришлось бить на e6 после fe слабость пункта d5 не ощущается и позиция равная да белые должны разменивать эту сдвоенную пешку иначе вот конь c3 вообще непонятно что он тут делает его место пожалуй на c4 чтобы подавливать на пешке e5 и d6 но для того кстати чтобы усилить давление на пешку d6 все равно белым пришлось бы играть после пиканина c4 или f4 или b4 или совместить ход так или иначе необходим белым скрыли линию f почему ферзем то хотя железо считает что f4 ходить не стоило почему же ферзем владяж на f8 fb6 а вот для чего напали на d6 ну черное защитили белые да белые вот именно ради вот этого изменения структуры сыграли ферзь f4 привести в соответствие название ваших стримеров на ютубе и на твиче так как чтобы вас посмотреть на твиче надо еще и поискать имя не совпадает с ютубом так павел да имя на твиче у меня совпадает с лечесовским р нижний прочерк офф роман овечкин давайте вернемся к этой позиции к позиции из партии джеффри шона с анишем гири белые казалось бы с выгодой изменили пешечную структуру в центре создали противнику слабость но у черных неожиданно такая серьезная активизация начинается шаг висит пешка d3 d4 ход вынужден согнали ферзя и теперь ударили по этой пешке грозит ед вот тебе и здрасте то есть белые могут просто остаться без пешки скажем на ход c3 последует наверное просто а6 коня загнали не пойми куда напали на ферзя и как-то за белых немножко боязно становится поэтому последовало ферз е2 пешку c4 тоже черные не отдали а ну и дальше очень похоже на тот вариант который мы посмотрели ед забрали на c4 так 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 ну важно что вроде не проходит d3 потому что после конь бьет b6 d видите конь бьет c8 есть да и конь е7 и конь так на еф ладья f1 и белые с лишней пешкой да ну в общем d3 точно нельзя там может еще какие-то ходы сильные есть вот но после ферз c6 у белых висит конь и висит пешка на c3 вот это да вот это тактика ферз бьет c4 шах и ладья бьет f6 то есть если теперь взять gf то последует просто вечный шах ой куда я ставлю на е6 конечно и никуда не уйти да вот это вот это да как шахтовать правильно сюда может убежить все таки или h4 есть есть на чем подумать а ну ферзь e3 может быть конечно конечно король не может пойти на f6 и ничья битая а король g4 ферзь e4 да очень здорово считает американский китаец только казалось что белые проигрывают как у них все срослось пешку на а4 выиграть невозможно потому что ладья на f5 подвисает переход в пешечный веншпиль выгоден белым у них король ближе и черные ничего не смогли извлечь из казалось бы опасной связки ну китаец просто шикарное впечатление на меня произвел вот точностью и дальностью расчета потому что ну это надо было предвидеть намного заранее так а вот вот они все-таки все-таки решили перейти в окончание ну теперь если поменять ферзей то белый король раньше успевает в центр и у черных черным предстоит борьба за ничью ну правда ну а здесь просто ничья похожа давайте посмотрим партию дубова дубов обыграл неудачно идущего в этом турнире китайца и вообще не демонстрирующего и have you starting streaming on youtube спрашивают на непонятном мне языке будет ли старт трансляции на ютубе у меня сегодня но отвечу также на непонятном языке но ничего не получилось то есть сегодня обойдемся без ютуба да twitch contact facebook но зато я теперь могу сообщать что вконтакте 5 на фейсбуке по-прежнему батар и 6 в твиче слушайте ну вообще это конечно надо исправлять безобразие потому что в ютубе основная часть конечно подписчиков и завтра у меня технический директор будет разбираться и мы попробуем все-таки чтобы на ютубе тоже трансляция шла так слон g5 так на доске у нас что слон g5 классическая позиция может возникнуть вариант ботвинника может возникнуть кембридж спринский анти московский гамбит выбран даньей дубовым он бьет f6 то есть есть московский вариант гамбит московский гамбит dc не g5 а с dc начинаем dc e4 g5 слон g3 b5 и так далее есть вариант ботвинника кстати то есть это немедленная dc и там тоже знания нужны очень даже серьезные e4 b5 e5 h6 слон h4 g5 ну эти ходы запоминаются легко а дальше там черт ногу сломит и даже карлсон получал здесь белыми тяжелые позиции например вариант очень интересный и очень рискованный вот h6 если белые не хотят жертвовать то слон бьет f6 ответ вынужденный но вынужденный не значит плохой да спасибо что вообще вы со мной несмотря на то что youtube не хочет работать есть ли анонс на lichess что гроссмейстер стримит это наша недоработка павел спасибо вам огромное буду обязательно делиться и на lichess так конь d7 слон e2 слон b4 по-моему это все теория но тут я тоже этот вариант особо не играю и так вот ход ладья d1 выглядит как-то менее логичным чем взятие на c4 но по какой-то причине последовало именно ладья d1 и только на c5 слон бьет c4 под черным надо активизировать слона c8 они хотят сыграть b5 и слон b7 поэтому белые напали на пешку c5 чтобы она подвисала b6 но выглядит тоже здраво слон b5 снова белые борются с ходом слон b7 напали на коня ладья d8 опять слон не вышел туда куда ему хотелось и вот это да то есть снова нет хода слон b7 потому что висит конь то есть белые отличной серии ходов не позволили противнику ввести в бой слона c8 ну а после ферзь d6 вообще какой-то пад стоит ладья f8 видимо готовя разракировку обратно короля на e8 ладью на h8 да вроде бы пешечная структура почти симметричная но ходить некуда просто некуда ходить конь c5 говорит что форсировано проигрывает ставит оценку минус 3 а что упустил даня может ферзь b8 можно было просто напасть на ладью и на пешку b6 вот это да такой случайный шанс даня играет по плану и продолжает стеснять противника да ни одна фигу конь ходов не имеет слон ходов не имеет ладья f8 ходов не имеет это фантастика 24 хода 24 хода черным некуда ходить в окончании f6 так теперь пошла борьба за белые поля где-то h5 и коня на g6 то есть гроссмейстер напал на ладью таким ходом h5 и пользуясь тем что конь b7 ходов вообще не имеет ладья заходит в обжорный ряд при этом обжорным рядом назначается шестая линия потому что на ней есть слабые пешки а на седьмом ряду слабых пешек нет b5 связали коня не ну просто шедевр позиционной игры от Дани Дубова то есть мы все знали что Даня неплохой тактик вот сейчас тактический удар нанес донаты вылезают в любом случае пайл то есть если у вас есть желание подкинуть донатов то мне будет приятно подкидывать если нет желания можете не подкидывать технический директор говорит что даже если у вас нет желания кидать донатов донатьте да очень очень хорошую партию сыграл Дубов и главное что в отличие от партии Каруана Каруана Дуда она очень цельная и ясная то есть вот здесь нужно разбираться где Янг Шиштоф ошибся но в то же время надо пытаться еще понять почему Каруана вышел не в основную линию ферзь c2 а считающуюся побочной ферзь a4 а вот в партии Дубов китаец ну создается впечатление что черное просто без ошибок играли за исключением зевкомата в конце ну в конце уже совсем безнадежная позиция была так то же самое как это сделать Лен говорит нет ссылки как в ютубе так напиши эту ссылку так ты в комментарии просто напиши и все так павел тот же донейшен аллер а ну сейчас один момент сейчас технический директор все я вышел вышел сейчас две секунды тогда давайте перейдем к следующим партиям партию Карлсона видели Витюгов прервал серию Фиру Джи сейчас технический директор все наладит так видим только финалочку пока сейчас посмотрим всю партию понял подключи и там надо будет тоже менять аккаунт аккаунты надо одинаковые делать секундочку сейчас у меня технический директор разбирается со многими интересными вещами давай подключай сейчас подключаем разрешение свищу и даже вк и даже на фейсбуке елки сколько еще платформ оказывается интересных вот так вот ссылка для встраивания так та же самая что так ли она под любым этим возьми под любым видеом и все она же та же самая должна все таки роман юрич не самый тупой сейчас я ссылочку фейсбуке фейсбуке только для вас вот же фейсбуке 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 у меня закрылась так у меня закрылась эта штука случайно на которой я видел нет на которой я видел трансляцию и стримовская с триме канал вот она так я прошу прощения видят эти рестримы мы в общем-то не так давно а буквально второй день как делаю поэтому есть косяки больше всего смотрят вконтакте а нет на твиче уже 9 человек там кстати я какие-то рекорды бью мне приходили сообщения приятные что я бью рекорды так глян все давай я партии посмотрю так партии ведь уго ферруджа да так испанка вообще испанку играют все все абсолютно слон c5 вообще обычно в связке с ходом b5 за такой ход делают а ну после c3 все равно b5 вчера в какой-то такой линии каруана очень здорово обыграл влада ковалева слон e3 там было a4 конь a3 пешку b5 белая выиграли но потом возникли проблемы о спасибо кто-то кто-то донат насыпал сейчас посмотрим сейчас прочитаю что там и как здравствуйте валерий грушевский как ваше последнее как ваше мнение по последней партии горячкиной в тайбрейке но в тайбрейке горячкиной вообще у нее с реализацией были серьезные проблемы я думаю что это проблемы психологического плана вообще я надеюсь что она решит это все и в следующем сезоне мы уже увидим новую чемпионку мира Александру то есть на мой взгляд шансы есть на этом да конечно у нее было выиграно но только нервами можно объяснить уход с обжорного ряда вот так сейчас один момент павел сапфиров пробный донат запустил спасибо павел испанку играют все даже ну да в общем слон е3 такой надежный ход белые не опасаются того что у них зайдут за слоном здесь конь g4 важный момент черные не могут бить на е4 из-за двойного удара это тоже все очень хорошо известно аккуратный ход h6 белая тоже теперь вот сразу конь g4 не годится видимо из-за слон g5 поэтому h6 ну и белые теперь от конь g4 защитились и все расставляют по центру так вот теперь черное когда конь на c6 защищен на пешку е4 насколько я понял напали кодом d5 удар с поля е4 сняли ну и вот в этой позиции слон b7 он упирается в пешке d5 е4 черным просто необходимо провести всеми в 5 сдвоенные пешки у черных кстати не так плохи как кажется потому что они контролируют важные поля пешка b5 не позволяет белым например укрепить центр кодом c4 и поэтому если черные проведут f5 то игра будет достаточно легкой пешка d5 может потеряться а слон b7 станет активным именно этим объясняется следующий ход белых это тоже все известно это теория a4 a4 пешку b5 устранили на ее место вторая пешка приходит и теперь в планах белых не b3 c4 а давление на слабую пешку a6 то есть слон перешел на диагональ f1 a6 слабость зафиксировали и сейчас будут проводить c4 и потом вести коня через a5 на c6 то есть визуально позиция белых очень приятно смотрится то есть мне кажется что лириза не уравнял правда ему удалось провести f5 и создать проблемы пешки d5 но здесь ход f5 просто вынуждены потому что любой спокойный ход приведет к тому что белые сыграют c4 и отправят коня через a5 на c6 ну или съедят пешку на a6 теперь черные идут отнимать пешку d5 а белые все равно ведут коня на a5 кстати с поля c4 он и на пешку d6 очень даже неплохо давит так конь пришел на a5 да и слон не может уйти потому что немедленно последует слон c4 конем на d5 у черных серьезные проблемки ну и в этой позиции слон встал на c4 конь пешка d6 на доске материальное равенство в общем-то создается впечатление что у белых серьезный перевес слон бьет d5 ход очень конкретный то есть здесь я думаю что последовал длинный расчет вариантов в планах белых отнять пешку d6 потом пешку e5 кстати сейчас уже пограживает f6 то есть белые могут добраться до короля как черные спаслись а вот так поль d3 и белые пошли давать вечный шаг что-то никита видимо не очень уверен в своих силах у черных две слабости на a6 на e5 ослаблен король все время угрожает f7 f6 может быть у белых были другие возможности давайте посмотрим какие ладья a1 ладья e2 ладья e3 а у черных в планах ферз b6 нету потому что ферз g6 поле b6 контролирует ферз a7 но ферз a7 это только на f2 то есть может просто ладья a1 стоило пойти не знаю еще раз напасть на пешку a6 кто там железо скажет батар подсказывай какой тут ход черным делать будь добр я хочу пойти f6 я хочу забрать на a6 причем кстати возможно ферз в общем то не очень понимаю как здесь ладья e3 точнее думаешь да ну да то есть ладья e3 тоже выглядит очень здорово если e4 то наверное f6 да и теперь e входа нет потому что висит на e8 но у черных колоссальная проблема должны быть однако вот никита витюгов сыграл он бьет e5 и борьба завершилась практически молниеносно взял если б черные должны были взять на d8 то чтобы последовало ферзь e6 шаг да и ферзь бьет e1 роман юрьевич молодец сумел сам найти такой сложный вариант но последовал незамеченный никитой удар и согласились на ничью потому что играть становится нечем да пешку белую выиграли но реализовать ее невозможно сейчас черные начнут на нее нападать и в общем это битая ничья обидно обидно что никита не сумел выиграть так анант ковалев как-то сыграли в ничью ну-ка вот это да вот редкий на удивление редкий гость редчайший не то что в супер турнирах то есть вариант берда в испанке не играют не встретишь даже сейчас в швейцарках в обычных и анант не смог получить перевес да слон c5 d3 c6 вроде у белых ну неимоверно комфортная позиция слона раньше говорили что на c4 надо ставить угрожая ходом слон бьет f7 а нам поставил на a4 но я как бы не понимаю почему это должно повлиять на оценку ух ты то есть влад ковалев оказывается заготовил переоценку позиции вот в системе берда f4 пойти хочется но железо говорит что там уже равенство может быть как-нибудь h3 стоило пойти не знаю не пуская там никого на g4 может конь f3 c3 тоже получше у белых устранить пешку d4 захватить центр f4 ну поле e3 ослаблено но как бы все равно это плановый ход слон b3 d5 да конь пытается проникнуть на e3 как-то белые без хода h3 остались то есть не успели сыграть h3 ходом d5 теперь слона b3 затупили ну и вообще непонятно почему анант пошел на эту позицию невооруженным глазом видно что у черных здесь порядок на e5 последует конь g4 конь идет на e3 хоть еще и ферзь может на h4 где-то выскочить да пешку e5 черные решили убрать и железо серьезно критикуют эту идею а что было делать может быть если допустить h3 конь e3 слон e3 d4 пешка e3 просто потеряется как обойтись без f6 давайте попытаемся разобраться ну да правильно бата слишком много хороших продолжений поэтому запутались белые а вот здесь черные запутались играли f6 хотя ход f6 достаточно логичен может быть кстати надо было просто пойти коня h6 и коня на f5 поставить потому что g4 играть опасно h3 g4 тем более опасно сейчас хотим отойти слон b6 b6 пойти c5 все укрепить да f6 h3 c3 кстати после того как коня на h6 скинули железу начинает нравится позиция белых а вот ход c3 почему-то не одобряет странно уже 4 ходить не хочется там король становится совсем открытым ладно c3 ход мне кажется достаточно здравым пытаемся удалить сильную пешку d4 и укрепить центр ух ты и выясняется что после ладья f8 уже ничего да ну как как поднять ход ладья f8 то очень непросто на слон g5 просто поменяли слонов и согласились на ничью так а почему согласились на ничью если у белых здесь лишняя пешка да может быть вместо c3 c4 сейчас давайте попробуем здесь разобраться на c3 черные оказались не обязаны брать пешку на c3 то есть если бы после c3 взять dc наверное просто bc и потом d4 укрепили центр стоим точно получше вот поэтому может быть действительно стоило как говорит баттер c4 пойти при случае взять на d5 скрыть линию c захода коня на e3 белые не опасаются потому что съедят и пойдут d4 кстати на dc понятно слоном съедим сложная позиция конечно очень сложная фигур на доске много и она не только сложная она еще и свежая а вот почему они здесь согласились на ничью я вот вижу лишнюю пешку у белых а может быть просто ну пешка лишняя просто взяли и как-нибудь слон f5 пешка лишняя но d3 слабость но d4 при случае тоже слабость да или даже не так не слон f5 а ладья f1 f1 и как-нибудь еще ферзь b4 да напал не ферзь b4 да ферзь f2 слон e6 ну не знаю тут все таки лишняя пешка у белых не знаю чего не играть баттер подскажи почему с лишней пешкой железо ставит хуже а на h4 елки палки конечно на f2 то есть поменялись на f1 и не на b4 напали а поле h4 погоди нет говорит мы можем плюнуть на пешку d4 да ладья e1 как-нибудь пойти и грозим e6 играть а а ну правда слон e6 нет это не погоди ферзь g1 не отдам и ладью на f1 поставлю и железо уже довольно в общем для меня загадка я как бы не могу понять без компа почему в этой позиции белые с лишней пешкой согласились на ничью то есть не согласились а предложили никаких вечных шагов я тут не вижу пешка центральная своя слон f5 да то есть взял взял все таки слон f5 но я так после ферзи g1 слон f5 да то есть взяли 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 ферзь h4 и на ферзь g1 ферзь h4 ферзь g1 слон f5 да тоже не знаю баттер мне кажется что даже если на d3 черт ну тут на d3 то не забрать а какой слон f5 может слон h3 слон f5 ты что слон f5 я ферзь e3 поставлю все защитил сейчас ладья выйдет на f1 слона перекину потом на g4 разменяю лишняя центральная пешка то есть может быть правда слон бьет h3 какая-нибудь ничья есть нет как-нибудь f2 слон g2 не не должно быть да как-то не хватило хода ладья f8 или хватило а тоже ну как они не доигрывают до позиций в которой все ясно где спам то вроде все отлично все комментарии по делу слон е6 то есть не слон h3 а просто закончили развитие хотим пойти ладья f8 а если ладья f1 то слон бьет h3 не погоди на ладья f1 слон h3 ферзь h2 да да не годится не может быть можно просто сыграть ладья f8 все поменять и может это ничья ну или ну да ладья f8 с идеей там где-то ферз g3 потом пойти но мне кажется что белые могли в общем-то дать этой позиции возникнуть и потом уже подумать стоит ли соглашаться на ничью по крайней мере моих мозгов не хватило для того чтобы понять почему после конь бьет d4 белые предложили ничью но у меня не чемпионские мозги скажем так пока что вот стану чемпионом мира среди ветеранов через 3 года и буду чемпионские так каруана говорят совсем выигрывает вот здесь мы с каруаной расстались f4 слон d8 король f2 он пошел конь d7 и оставалось сделать ровно один ход король e3 чтобы получить вот такой моток но грозный каруана заметил идею черных и сначала пропустил вперед слона так у белых лишняя пешка с другой стороны черные рассчитывают на то что материала на доске очень мало ничего себе еще удар какой нанесли то есть на еф черные заготовили ладья бьет d4 я так подозреваю теперь нельзя играть король бьет d4 и заслон бьет f6 кстати можно пойти как же можно пойти ладья a8 хода тоже нету и заслон бьет a8 ладья b1 что ли и отняли поле b4 нет там слон b6 получается надо ходить ладья a7 бить на f7 что ли или тут тоже слон b6 ладья f7 король g8 и ладья грозит начать прыгать на d1 с матом например то есть надо ставить вечный шаг похоже ладья g7 ладья f7 ну-ка ну-ка а как же тут ходить еф ладья d4 есть ли тут ход ладья a7 о есть люди добрый вечер есть люди которые считают что twitch более удобная платформа чем youtube youtube более привычная почтенный b1 b2 ладья g7 и c8 а то есть вот здесь перолев 8 и кольца 8 да и на слон c5 снова грозит ладья d1 мат ладья c7 не ну это очень сложно я просто не верю что такую линию можно поднять и белые выиграли похоже действительно правда каруана показывает что он на этом турнире может и не такое поднимать 8 из 11 в такой компании это очень круто на мой взгляд путь c8 слон c5 ладья c7 да вроде мы все подняли баттер то есть ef игр кстати если не ef то что делать путь g4 так себе угроза мы отойдем король d3 кстати может может ладьей куда-нибудь прыгнуть а нельзя ли вот здесь пойти ладья а7 ой ой сразу проиграл конь g4 и ладья бьет d4 все это я без компа увидел что слон b6 и ладья бьет а7 нельзя ну что дуда изворотливо и интересно заищается джеффри шун или походит на ничью пешка опять удерживает пешку b7 и кстати черное все время под вечным шахом по диагонали f5 c8 то есть им как-то надо держать ферзи атак чтобы избежать этого вечного шаха на b7 белые брать не собираются разве что королем пройти на c7 и тогда если они съедят на b7 автоматом и на a6 полетит то есть у белых станет лучше неожиданно скорее всего ничья просто ну что посмотрим партии второго турнира так мэймедов абдусаторов ничья давайте посмотрим геймер михал сарин идет так что-то интересное тут есть то есть славянская защита e3 g6 вариант шлектера очень такой прочный но опять же пассивный очень здорово его трактовал свое время камский по-моему кроме камского никому очень здорово эту схему и не удавалось разыгрывать белые захватили пространство и должны стоять чуточку получше конца один вроде не туда немножко ну да черные как-то все укрепили и получили более-менее приемлемого глюнфельда да e5 провели и у черных значит хуже быть не может так эту партию даже смотреть не хочется и я думаю что и вам тоже есть более интересные давайте посмотрим проиграл лидер в армирдаму проиграл белыми антон джихара вот это конечно надо посмотреть то есть макс в армирдам шел на последнем месте и вдруг взял и обыграл человека который стремится попасть в основной турнир тоже такой каталон без хода d4 и белые не торопятся вставить пешку на d4 на d3 она нужнее так как при случае слона b7 белые подрежут путем e2 e4 при случае ух ты такая идея конь b5 и ферзь h4 пытается дать мат давид антон джихара а как дать мат одним ферзем то есть у черных все очень прочно g6 не сыграно даже не знаю так ну-ка сейчас один момент я одну вещь проверю ух ты на фейсбуке уже трое смотрят на твиче 9 и 6 ввк так ну давайте а6 а6 коня согнали он вернулся обратно то есть получается белые зачем-то сыграли конь b5 конь c3 за это время черные потеряли темп только на ход слона а6 а6 полезно теперь ферзь с h4 побежал обратно кто-то не чемпионски проводит эту партию лидер турнира у черных очень понятная простая игра сейчас b5 b4 создать проходную и провести белым e4 никак провести невозможно то есть у них стабильно похуже на мой взгляд хотя железо не согласны и пишут что именно вот здесь у белых уже получше может это потому что железо тупое а батар ферзь c2 вот ферзь c2 конечно ход не самый такой агрессивный как-то надо было может слона на h3 поставить или действительно коня на g5 метнуть нет коня на g5 не нравится слона на h3 тоже не нравится то есть вот ладью на h6 при случае пожертвовать на c6 и забрать на d5 на b5 и играть на том что слон g2 будет сильнее ладьи при случае да вот это мне кажется нормальная линия была чуть-чуть пересыхает в горле когда болтаю так много ферзь c2 пошел куда-то защиту да слушайте совершенно иного качества партия чем предыдущие партии антона джихара так коль g5 я согласен баттер коль g5 стоило при ферзе на f5 все-таки играть а здесь стандартная классическая жертва качества всего-то ну всего-то качеством черные обошлись за качество выиграли пешку на e3 на g3 слабости лошадь сейчас тоже подключится к атаке ну макс в армирдам показал знание классики потом ладья бьет e3 так тут e4 еще такое самоубийственное решение белые оказались решили как-то подскрыть позицию чтобы ладьи заиграли и заиграла не белая ладья а черная на c8 то есть побежал вперед ферзь да после размена на d2 и ладья f1 черные просто играют ладья c1 разменивают ладьи и у них проходит ферзь да ну совершенно кошмарную партию сыграл антон джихара сумел победить павел ильянов то есть теперь он отстает не на полтора очка а всего лишь на полочка за тур до конца черными каракане ну прекрасно я не могу упустить конечно просмотр защиты каракан что про эту позицию могу сказать ага черные обошлись без хода конь c6 то есть белые не могут отвлечь ферзя от пешки b7 потому что получают вот такой симпатичный моток то есть поэтому сначала h3 но слон пошел здесь смотрите не на h5 чтобы не потерялась пешка d5 а на d7 ёлки палки меня всегда учили что в каракане запирать слона d7 ходом e6 просто плохо а павел запер о какая интересная идея слона на c6 поле e5 прикрыл конем может быть конь e5 белым надо было метнуть и забрать просто слона у белых явно поприятнее в этой позиции а после слон c6 после конь d7 уже на e5 коня поставить не так просто кстати что мешает здесь это сделать я не понимаю сначала коня ставим на e5 а потом ведем второго на f3 но железо кстати говорит что нет так играть нельзя черные ходят видимо конь e4 нет или он бьет e5 d e конь e4 и уравнивают потому что пешка e5 висит словно c6 оказался полезной фигурой поэтому конь d2 здесь тоже он аж 7 ничего себе сделал вид что зевнул комбинацию на деле белые наверняка могут сыграть просто g3 как-нибудь не пустить коня а они не могут я думал что могут а тут последует удар если поменять ферзей то теряется слон на d3 это да то есть конь h5 такой резонный ход слон бьет h7 напрашивается в ответ пошиховать теперь угрожает конь h4 король вроде ходов не имеет но на него не так просто напасть то есть вот в этой позиции стоит поискать за белых какую-то победу победу не победу но где-то они должны получить серьезный перевес ходов неимоверно много в партии было конь бьет f7 есть еще разные вариации удара на e6 даже ладьей скажем ладья e6 fe конь h7 какой-нибудь там чтоб на g6 зависло еще есть конь h7 есть глаза разбегаются не так просто белыми играть без подготовки а после конь f7 у меня железо пишет что это просто форсированная ничья забавный сейчас компьютеры пошли ничьи видят сразу причем как ее делать не показывают что произошло у белых белый кстати могут взять на f8 и у них будет три пешки и ладья против двух легких фигур с другой стороны у черных все фигуры в игре белая пока без ладья a1 скорее всего белая в этом случае попадали под матовую атаку кони f7 выигрывает ну кони f7 так так и пошли а где выигрыш баттер что-то непонятно король f7 конь g5 взяли на h7 защитили вроде все логично может здесь ладья бьет e6 стоило пойти непонятно вроде да как-то уверенно белые отбились то черные а вот чего не заметили ладья f7 я уверен было зевнуто и теперь как-то надо белым сделать ничью давайте подумаем как конь e6 какой момент а после король g8 конь e6 согнать ферзя нет железо говорит что конь e6 вообще проигрывает куда пойдет ферзь давайте подумаем на c8 нет только не на c8 так если проигрывает то как может вообще никуда не пойдет ферзя пойдет отнимет коня ладья бьет e6 конь c7 ладья e1 а на ферзь g6 ладья e6 правда тут ладья на e1 осталась в игре какой же ход здесь выигрывает у черных железо говорит что выигрывают черные fb6 нет может какая-нибудь тактика типа конь e5 нет или другим конем на конь бьет c7 конь f3 конь бьет e1 нет не проходит ртутный столбик ну да грозит то что ферзь бьет g6 грозит я вижу меня смущает что комп нарисовал здесь минус 3 с лишним то есть черные должны форсированно выиграть а погоди а если ладья f2 то тоже fg6 ну блин извините здравствуйте я не представляю как тут надо сходить ладья e8 ладья бьет e6 в общем-то у белок там явно лучше вот в партии в общем последовало блин ну как не хватает компа сейчас все-таки человек слаб ладья e8 все-таки да говоришь вот здесь если сначала конь бьет e6 то ладья e8 какая это может вот это да ладья на e8 и на ферз бьет g6 а конь f8 же есть ход елки-палки конечно и на g7 мы защитили вот все спасибо баттер да fg6 конь f6 белые пытаются все-таки на g7 забрать так и вот здесь железо пишут что ничья есть у белых может быть надо было взять на f7 потом взять на d6 на h6 что-то там совсем у черных не остается пешек после конь f7 f7 fd6 gh ну скажем fh6 да и хотим вечный шаг дать просто понятно что там черная как-нибудь e3 нанесут и пойдут fd5 ну и будет ничья скорее всего нет ферз fd3 конечно на g6 да хотя у белых тут очень много пешек но все-таки сейчас ладьяна e2 куда-нибудь полезет не ну на ничью походит да а в партии последовало fh7 а и белые не смогли вот это все поменять еще нервный ход d5 зевнул что можно взять ферз бьет d5 цурья шихар гангули теперь белые могут конечно забрать ладью но после e3 спастись от мата не могут да никак не могут спастись партии поэтому последовал эфир g6 павел ильянов повторил сначала а потом потом просто закрылся да у черных остался лишний слон конечно если снять с доски сейчас чернопольных слонов по ладье по ферзю то есть перевести партию в пешечный эршпиль с лишним слоном у черных белые наверное могут отбиться но здесь они еще и подматывая атакой это что такое красивый удар угрожает слон f4 угрожает c5 но какая-то примитивная защита у черных находится и так как на слон e3 можно наверное даже слон d4 сыграть белые сдались ну что ж павел ильянов молодец сейчас что у них значит было абдусаторов и лами отставали от антона джихара на 1 очко ильянов и гангули на полтора то есть ильянов выиграл у гангули отстает на полочка абдусаторов сыграл ничью отстает на полочкой эрвин лами сыграл в ниче отстает на полочка то есть несмотря на проигрыш аутсайдеру, ну видимо нервы сказались у Давида у Давида Антона не выдержал просто напряжение близость цели и такую одноворотную партию сыграл, то есть проиграл без борьбы в известном варианте защиты Грюнфельда в ничью сыграл Эрвин Лами против Минца Гранделиуса что-то сам полез под какие-то связки кстати тоже нервишки чувствуются и у Эрвина пошаливали наверняка где-то здесь он увидел что полный полную чушь несет лидер ну и эта позиция выглядит с пешкой на Е5 как-то на мой взгляд опасной для белых, то есть пешка Е5 просто стабильно слабая черные просто развиваются вот и она никаких плюсов от нее не видно на Д6 на Е6 никто залезть не может сейчас разберем еще раз да никто залезть не может а значит пешка Е5 слабая ну черные грамотно меняют ну в общем не добил здесь Нильс Гранделиус но Эрвин Лами на мой взгляд и не заслуживает участия в основном турнире так смеется ничья со Смирновым но это уже не так интересно Кемер Нихарн Сарин скучно Динара Садвакасова проиграла Люкасу Ван Форесту сейчас дебют быстренько глянем может быть даже не всю партию так С3 ага никаких Д5 и ну по дебюту Динара получила явно лучше может быть вместо Д6 стоило просто пойти Е4 такой стабильный пространственный перевес сейчас слон Е3 слон на Б7 идиот идиотом Д6 если пойти поле С6 ослабляется если не ходить то вообще куда ходить черным я не понимаю такая ухудшенная староиндийская то есть не успели ни Д6 не успели поставить Д6 Е5 как то надо Е6 скрывать ну не знаю можно при случае оказаться полностью запатованным но она пожертвовала пешку так и пешку нет не пожертвовала просто видоизменила структуру думала что на Е7 серьезно нападает а черные объяснили ей что это не серьезное нападение атак слон Ж7 играет очень здорово и короля прикрыл и на Б2 давит кстати забрал на Б2 ну в сложной борьбе да то есть в сложной примерно равной борьбе проиграла то есть вот даже эта позиция у белых не должна быть хуже из-за слабости пешки Д7 так ну все с побочным турниром в общем-то все достаточно понятно по-прежнему лидирует Антон Давид Джихара на полочке отстают Абдусаторов Лами и Ильянов ну интрига очень интересная в побочном турнире так попросили еще раз показать партию Магнуса Карлсона а ну а что тут мы ее смотрели в самом начале то есть можно посмотреть вернуться в общем к началу стрима да разыгран вариант который в свое время я рекомендовал играть Наталье Погониной и она тут одержала несколько хороших побед именно в этом варианте но конечно основным ходом является Д5 на Е6 слон Ж5 на Ф6 слон Е3 ослабили черного короля при случае там есть и А4 и А5 и просто слон Е2 рокировка и даже с ходом С4 черным считаться надо Магнус сыграл слон Е2 и брать на Д4 понятно нельзя слон на С8 вроде бы получил получше то есть центр укреплен конь на А6 расположен подозрительно брать его не обязательно да и вот здесь не позволил черным взять на Ф3 вывел коня на Е5 не возражая против сдвоения пешек в центре и даже после Ф5 да то есть если слон бьет Е5 до Е видимо он считал что конь на А6 расположен не очень хорошо а у белых центр если конь Б4 то есть вот в этой структуре то видимо вообще ладья С7 и у черных могут возникнуть даже с королем проблемы Влад Артемьев сыграл Ф5 это нормально и за линию С борется а вот здесь железо считает что ходом конь Б4 Влад серьезно ошибся после Е Ф Ж Размен размен ладья Б1 брать на А2 опасно ладья заходит на Б7 но с другой стороны мое мнение что у черных полный порядок здесь чтобы не говорил компьютер потому что очень мощный конь на Д5 в партии последовала ладья Б5 и ладья бьет А5 и дальше все форсировано взяли связали слона грозим пойти Ф4 взяли на Е3 и на доске просто битая ничья на мой взгляд то есть ладейные вообще не выигрываются то есть Магнус может быть с вариантом не угадал может еще что вот как то так партию Каруана и Дубова я разбирал и хотя я понимаю что сейчас уже какие-то новые люди подходят в общей сложности нас смотрит 24 человека 12 на Твиче 5 на Фейсбуке 7 Вконтакте понятно что намного меньше народу чем смотрело бы на Ютубе тем не менее можете посмотреть стрим с самого начала практически все партии разбирались и Каруана Дуда А Каруана выиграл у Дуда вот это мы до конца по-моему не досмотрели на коне в 6 все-таки побил ЕФ и на ладья бьет Д4 мы разбирали король бьет Д4 слон Ф6 разбирали ладья Б1 слон Б6 основной линией нашли забавный ход ладья А7 и на слон Б6 ладья Ф7 и теперь неожиданно конь С8 и ладья С7 и вроде у белых лучше вот а вместо этого Каруана сделал ход который у нас вылетел из головы у нас это ни у меня ни у Батера Самбоева он первой линии не оказался ну и даже не в первой в тройку не попал в наших рассуждениях сейчас хода слон Б6 нет из-за ладья С8 и черных замотовали ну вот как-то держат вот эти сильные шахматисты концентрацию до конца турнира до конца партии и этим отличаются от нас простых смерт слон бьет Ф6 ладья С7 черные вроде отыграли пешку но на Ф7 не защитить ух ты а после слона Ш8 ладья Д4 подвисает и белые остались с лишней лошади вот это да у слона Е4 какая-то шутка конечно да ну очень убедительное решение мне понравилось Каруанов вообще демонстрирует здесь очень хорошую игру Карлсон только вот три победные партии нечто подобное демонстрировал Каруанов смотрится в целом вот именно здесь получше чем чемпион мира тем интереснее будет турнир претендентов в Екатеринбурге то есть мы видим что Каруанов подходит к пику формы мы не знаем но скорее всего догадываемся что в отличной форме будут китайцы потому что там все-таки компартия организуют какие-нибудь серьезные сборы и так далее я очень надеюсь что отлично подготовятся наши ребята Игорь Ищук и не помнящий турниру претендентов ну и конечно же что Алексеенко как свежая кровь может очень серьезных сюрпризов тут показать то есть он включен оказался практически в последний момент номинантом от организаторов в последний момент была включена в турнир претендентов Горячкина в прошлом году и что она сделала она вышла просто на матч чемпионкой мира и достойно сражалась то есть надеюсь что жду от Алексеенко сюрпризы и единственный против кого я буду болеть это против Аниша Гири хотя шахматист он очень сильный безусловно меня играет намного сильнее но болеть буду против него так как считаю что он занял место Максима Вашьелограва то есть одно место в турнире претендентов выходит по рейтингу это был Дин Лежень это было известно и когда Дин Лежень занял второе место в Кубке Мира в следующем должен был идти не Аниш Гири по рейтингу а занявший третье место Максим Вашьелограв надеюсь что Фиде корректировки конечно какие-то произведет вот так ну что тут турнир закончен практически вот Джефф и Шона вот это черные ставят вечный шаг и вряд ли они сейчас перейдут в пешечный Энш на Б7 висит на Аш 2 брать тоже опасно потому что с пешкой опять проходной белые только на выигрыш могут играть но Ферзь бьет Аш 2 я думаю у белых просто форсированная ничья есть Херзь Д3 Король Ж8 если Ж6 то все понятно по полям Д8 Д7 но если черные желают убежать от вечного шаха то могут вот такой моток схлопотать то есть здесь однозначно будет ничья очень интересным был вчерашний тур и вчера партия которую мы не досмотрели спасибо Валерию Михайловичу который сообщил мне ее итоги то есть не только итоги он указал что Ильянов первым же ходом после перехода в чистый разноцвет выпустил победу то есть у белых было выиграно после размена ладей с двумя лишними пешками но Ильянов сделал ход который тут же эту победу выпустил так Батор это ты к чему что значит вкусовщина и это плохо или может быть это вообще хорошо то есть это упрек или комплимент ну и здесь в общем ожидается ничья да отличную шикарную партию сыграл Дубов мы ее уже разобрали а про Гири мне кажется я очень логично рассуждаю то есть Гири второй турнир претендентов подряд играет за счет высокого рейтинга Батор регламент регламентом ну значит регламент был составлен неправильно второй турнир подряд Гири играет за счет того что у него самый за счет того что прошел по рейтингу теперь вопрос Батор непосредственно к тебе назови мне один турнир прошлого года в котором Гири занял первое место один или лучше двух последних лет вот просто где он занял первое место супер турнире в каком то есть человек держит рейтинг ну не знаю почему тогда мы считаем что когда шкуро по рейтингу доходит до пятого места в блиц по блиц рейтингу это плохо а в классику когда человек держит не выигрывая турниров не выходя через отборы это вдруг хорошо я этого не понимаю то есть Батор у меня как бы очень четкая позиция по этому вопросу в первую очередь должен быть спортивный отбор одно место по рейтингу бог с ним больше не надо если ориентироваться только на рейтинг тогда 90 процентов шахматистов которые борются за выход в турнир претендентов просто не будут играть вообще смысла не будет вот у кого есть рейтинг те и будут между собой разыгрывать вот ладно немножко я эмоционален но это связано с тем что сегодняшний стрим как мы видим достаточно короткий полтора часа и без ютуба вот причина поэтому я сейчас наверное с вами со всеми попрощаюсь у нас так в общем мы все это все посмотрели все партии и первого и второго турнира ну интересные партии вот и даже посмотрели таблицу да в основном турнире каруана упрощил свое лидерство оторвался за тур до конца от Карлсона смотрите насколько он оторвал первое место обеспечил было 8 стало 9 из 12 да за тур до конца обеспечил первое место не зря за него Вика болеет Максим Вашьелограф тоже не выиграл ничего но он занял третье место на Кубке Мира а второе место занял Дин Лежень который имел право играть по рейтингу вот за третье место Максима Вашьелографа Кубке Мира я считаю его должны были допустить в турнир претендентов потому что второе место занял человек который имел уже право играть вот и все ни больше ни меньше так ну и мы наверное все тогда закончим этот небольшой коротенький пробный стрим без Ютуба понятно что все привыкли смотреть на Ютубе и поэтому здесь народу было совсем ничего но тем не менее 10 человек на Твиче что меня удивляет 7 человек в ВК и Баттер Самбуев на Фейсбук спасибо всем огромное турнир претендентов будет в марте будет он проходить Валерий Грушевский в Екатеринбурге я даже надеюсь туда съездить посмотреть что там и как будет ну в какой-то день или может быть в несколько дней да правильно Паш пока всем все спасибо огромное кто пришли поддержали ну и извините с Ютубом я буду разбираться завтра все кто вот меня слышит завтра будет еще стрим последнего тура просто обязательно будет до свидания до свидания до свидания